В этом самом, в эфире, радио не будет, да? Да. Добрый, добрый всем день. У нас в гостях председатель движения за благосостояние пенсионеров Эрик Розенцвейк. И сегодня у нас пилотный проект нашей программы, студия 99FMTV. И вот мы сегодня пробуем наш эфир. Так что предоставляется слово Эрику Розенцвейку, пенсионеру, председателю движения за благосостояние. И, конечно, Аксакалу нашей партии, нашего движения за новое согласие, которому свыше уже 90 лет. И никакой деменсии, и никакого провала памяти у него в помине нет. И сейчас вы вживую его услышите. Добрый день, Эрик. Добрый день. Дорогие рижане, дорогие коллеги, я польщен, что мне доверили выступить сегодня чуть не в первых рядах. Дело ведь в том, что все это далеко не так просто. Во-первых, внеочередные выборы в Рижскую Думу. Трогает ли это нас, пенсионеров? Да. И очень трогает. Почему? Ну, я думаю, объяснять-то... Ну, хотя стоит объяснить. Обратите внимание, в Латвии на сегодня, это официальная статистика, 1 миллион 901 тысяча жителей. Граждан. Из них, грубо говоря, третья часть живет в Риге. В Латвии четверть населения, 470 с большим хвостом пенсионеров, из которых 95% получает пенсию на уровне прожиточного минимума и ниже его. Так что, как вы понимаете, мы, грубо говоря, шкурно заинтересованы в том, чтобы эти выборы, во-первых, были продуктивными для рижан, продуктивны для города, потому что в этом случае нам, пенсионерам, кстати, которые принимали участие во всех начинаниях развития нашего государства и огромная доля нашего труда заложена в то существование, которое сегодня мы с вами имеем. Так вот, нам далеко не безразлично, как состоятся эти выборы, кого вы изберете и как будет выглядеть наша Рига в будущем. Я могу сказать так, что меня и моих товарищей перельщает в этом списке и в этой партии, что в отличие от многих партий, которые привыкли годами, десятилетиями обещать и не отвечать за обещанное. У нас совершенно конкретная, пусть не длинная, но очень конкретная программа, которая предусматривает вот этот кошмар, в котором мы сейчас живем, я имею в виду эту мировую грипповую пандемию, которая обрушила экономику во всем мире, в том числе и у нас в Латвии. Конечно, можно говорить, как наше правительство, об какой-то экспортной программе, но, простите, мы-то люди с опытом, и мы знаем, что для того, чтобы сохранить и развить нашу экономику, нам надо в первую очередь обратить внимание на внутренний рынок. А что такое внутренний рынок? Это то, за счет чего мы с вами живем. Вы, многие из вас на сегодня, потеряли работу не потому, что плохо работают, а потому, что в мире произошла эта пандемия. И, конечно, ваш достаток тает на глазах. Мы, пенсионеры, это тоже чувствуем. И поэтому, когда мы говорим о том, что надо за кого-то проголосовать, то мы смотрим, а за кого? И если я вижу, что список номер пять, это новое согласие, ставит совершенно конкретную программу необходимости увеличения производства зеленой электроэнергии, а мы без электроэнергии никуда не денемся, и ничего мы не сможем восстановить, то я понимаю, что это уже нам близко. Дальше. Вот мы пенсионеры. Мы вроде как, те, кто из нас еще может где-то подработать, подрабатывает, но не все сейчас подрабатывают. Но ведь идет, ну, будем говорить так, совершенно невероятная череда всяких платежей, налогов и всего прочего. Причем мы-то с вами отчетливо понимаем, что мы платим, но мы не знаем результата этих платежей. А вот то, что они растут, это совершенно точно. Так вот, исходя из всего этого, мы видим совершенно прямую необходимость. И я призываю вас, дорогие рижане, голосовать именно за тех, кто, во-первых, обещает конкретное дело, и, во-вторых, показывает, как он это будет делать. И, кстати, попробуйте оглянуться назад. Вы помните, чтобы когда-нибудь в какие-то конкретные обговоренные сроки, ну, скажем, раз в полгода или, на худой конец, раз в год, или Рижская дума, или Сэм отчитывались за то, что они сделали за конкретные полгода или за конкретный год? Нету этого. Но это значит, что необходимо. И, на мой взгляд, не было бы вредно, если бы и будущий состав Рижской думы, а, может быть, еще сегодняшний, сохранившийся, на последний месяц, догадаются создать какую-то форму, чтобы Рижане могли обратиться со своими предложениями по улучшению экономики и жизни Рижан вообще. Иными словами, чтобы не говорить долго, я могу сказать только одно. Вот мы, то есть я и мои товарищи определились, есть ли есть партия, и есть ли есть список, который вот этим требованиям соответствует, то есть обещает и говорит, как, и готов докладывать регулярно, что сделано, то его надо считать преимущественным. И поэтому список номер пять – это тот список, за который я и мои товарищи будем голосовать. Объединение новое согласие. И, Эрик, вопрос такой. Конечно, очень важно говорить о коммунальных платежах. Например, у эстонцев в период ковида они сняли тарифы на воду. То есть надо делать профилактику, мыть, убирать, и нужна вода, дешевая вода. То есть подъезды, квартиры, стирка белья и так далее. И здесь вопрос такой. Почему у нас 4,50, а у них снизили до евро? Почему у нас отопление шпарят по полной катушке, когда нефть упала до плинтуса, можно сказать, до 20 долларов, а у наших поднимают тарифы на отопление на 13%? В Эстонии снижают. Если вы придете, если пенсионеры отдадут голос за вас, вы будете бороться за снижение тарифов или нет? По-моему, сам по себе вопрос уже содержит ответ. Естественно. Это одно. И второе. Говорить о каких-то конкретных тарифах, ведь мы можем сказать еще проще. Эстонцы во всем общественном транспорте в Таллине сняли платежи. То есть совершенно безразлично, ты эстонец или ты негр, или ты сегодня приехал, ты не платишь. А у нас, простите, на короткий отрезок времени, когда вдруг чего-то ущемило, вернули требования, чтобы пенсионеры платили за проезд на трамвае, троллейбусе, автобусе. Но это же нелепость. И если о таких нелепостях говорить, то ведь масса их таких. Ведь вы подумайте простую вещь. Я пенсионер. Ну, более или менее здоровый пенсионер. Но подавляющее большинство людей в возрасте имеет какую-нибудь продолжительную хворь. Простите. И тут возникает интересный вопрос. Ведь подавляющее большинство пенсионеров это пенсионеры и не платильщики налогов. Они платят в поликлинике, они платят в больнице. Они получают чеки. Но, я про аптеку молчу, но эти чеки один раз в год, где-то до марта месяца, могут быть переданы государству и возврат 20% уплаченных сумм. Но попробуйте, уважаемый пенсионер, сходить со своими чеками из больничных учреждений и получить деньги. Вам скажут, вы платили чек налога? Ах, нет, вам не полагается. А если вы один? Вот вам штрих. Вы, пенсионер, из своей пенсии платите, но вместо вас может получить только кто-то работающий. Вот вам один нелепый вариант. И таких, если посмотреть, много. Давайте говорить так. Мы сегодня весь этот перечень нелепостей просто не в состоянии даже озвучить. Их много. Но если мы, планомерно, избрав Рижскую думу, начнем в Риге наводить порядок, достойный порядок, я молчу, что мы согласны. То есть я убежден, что и вы, мы-то уже не платим согласность с тем, чтобы у нас было, как в Таллине, общественный транспорт, бесплатный для всех. Но ведь это же надо... Организовать это надо, да. Для этого надо быть избранными в Рижскую думу, поставить этот вопрос и требовать его решения. И таких, простите, вопросов множество. Ровно столько же, сколько вопросов, касающихся жилья и платежей за жилье. Ну, кто мне может сказать, с какой стати существует такая, я бы сказал, пиратская, так мягко говоря, организация, как Ригас Нампарвалднекс. Он создан с подачи Нила Ушакова и утвержден персонально им. Но, простите, огромное количество домов, несколько тысяч домов, переданы в обслуживание этой организации, минуя антимонопольный закон, потому что это уже, простите, работа по обслуживанию, она должна проходить в конкурсном порядке. Это не состоялось. Поэтому я призываю думать, за кого голосовать. И мой выбор, я сказал, это список номер пять, это партия новое согласие. И в этом списке под номером десять участвует ветеран... Седьмой. Под номером семь. Под номером десять. Я? Да. Седьмой. Ну, надо посмотреть, по-моему, седьмой или десятый. Да. Эрик Розенцвейк, так что... Ну, это... Да, это уже детали, как говорится, это уже нюансы. Это будет интересоваться, Но у нас большое количество пенсионеров в списке, да, то есть именно пенсионеров, поэтому пенсионеры призываем вас просто прийти, принять участие и обратить внимание на Эрика Розенцвейка, на список номер пять новое согласие. Большое огромное спасибо. Это был наш первый эфир, первое включение «Проба сил», студия 99FMTV, так что смотрите первый наш репортаж. Спасибо, Эрик, огромное за то, что нашел время прийти и сделали первое включение. Всего доброго. До свидания. Если это первый блин, то надеюсь, он не совсем комом. Да, будем надеяться, да.